Сегодня юные лабытнанцы получили свои первые паспорта. Церемония вручения документов прошла в рамках окружного проекта «Мой первый паспорт». К особенной неделе в жизни нашей страны готовятся волонтеры. С 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента. Детский сад «Снежинка» присоединился к акции «Моя новая старая игрушка». На избирательных участках ребята смогут обменяться тем, к чему уже пропал интерес. Здесь можно провести свободное время. Антикафе – это еще одна площадка для отдыха молодежи. Новый спектакль «Поцелуй красавицы» представили в городском Доме культуры. Это творчество режиссера Елены Шадриной и коллектива «Глобус». В «Соке Снежной» прошли веселые старты. Самые милые, нежные, красивые лабытнанские мамы встретились на спортивной площадке. Сегодня юные лабытнанцы получили свои первые паспорта. Церемония вручения документов прошла в администрации города в рамках окружного проекта «Мой первый паспорт». Проект губернатора Ямала «Мой первый паспорт» стартовал с начала года. Все для того, чтобы повысить патриотические чувства молодежи. Этот ответственный день запомнится подросткам надолго. Буквально через пару минут они получат главный документ своей жизни. Каждый ждет, когда прозвучит его фамилия. Главные документы вручает глава города Марина Трескова. К паспорту дарят обложку и Конституцию Российской Федерации. Для Аишат Ильясовой с получением паспорта открываются новые возможности. Я хотела с 14 лет пойти в молодежный центр, быть, помогать людям, быть волонтером. Да, быть волонтером. Буду работать, помогать родителям, зарабатывать деньги. Подростки получают паспорт, а вместе с ним и список новых прав и обязанностей. Уже в этом возрасте они должны понимать, что значит быть ответственным гражданином. Дарья Самородова, Григорий Волков, информационное агентство Лабытнанге. Эта неделя особенная в жизни нашей страны. С 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента Российской Федерации. На избирательных участках создаются все условия, чтобы каждый гражданин смог реализовать свое конституционное право. Волонтеры будут помогать избирателям с ограниченными возможностями здоровья. Для добровольцев провели обучающий семинар. Не причиняй добро. Помогать нужно с умом. Главная мысль, которую пыталась донести волонтерам психолог Центра социального обслуживания населения. К особенным людям нужен особенный подход, и он не должен сводиться к жалости или сочувствию. Люди, у которых есть особенности в здоровье, это большое испытание на самом деле, да, сохранить добрый нрав, светлый разум. Поэтому они, наверное, немножечко хуже понимают шутки. Они и насказания, возможно, могут не так понять и принять. Поэтому постарайтесь вот простыми словами, доброжелательно с ними общаться. Ну, наверное, вот это самый главный нюанс в общении с людьми и с особенностями. В Лабытнанге из числа особой категории более 180 человек высказали свое намерение поучаствовать в выборах президента. Прийти на избирательный участок или же проголосовать дома. Каждый решает сам. Задача волонтеров – помочь людям с инвалидностью с максимальным комфортом реализовать их конституционное право вне дома. Люди, которые плохо слышат или не слышат, мы будем им объяснять. Вот, люди, которые… Проблемы со зрением мы также поможем, сопроводим их, как бы все им объясним. Люди, которые передвигаются при помощи инвалидных колясок или костылей, там, протезов, помочь надо будет именно в плане передвижения, то есть добраться до избирательного участка и сопроводить. Если вы видите, что человек на инвалидной коляске хочет пройти, акцентировать, пройти на избирательный участок, это не средство передвижения, это ноги. Поэтому пройти, вот только пройти. Вы ждали паузу, да, определенную. Потом подходите и спрашивайте, нужна ли вам наша помощь. Если человек говорит «да», тогда спросите, что вы хотели бы, чтобы я сделала. Не останутся без внимания помощников и избирателей с маленькими детьми. В то время, пока родители будут голосовать, волонтеры присмотрят или же поиграют с малышней. Елена Волкова, Светлана Кель, Эдуард Захаров, информационное агентство «Лабутнанги». Детский сад «Снежинка» присоединился к акции «Моя новая старая игрушка» организованной территориальной избирательной комиссии города Лабутнанги. Воспитанники всех групп дошкольного учреждения не остались в стороне и пополнили фонд доброй акции плюшевыми мишками и куклами. Вне голосования прямо на избирательных участках ребята смогут обменяться игрушками и выбрать для себя новые. Плюшевые зверята и пластмассовые машинки. Все эти игрушки принесли воспитанники детского сада «Снежинка». Свой вклад в добрую акцию внесла и девочка Дарина. Мне эту игрушку на день рождения подойдет. Да, а ты решила с другими детками поменяться, да? Акцию «Моя новая старая игрушка» избирательная территориальная комиссия города Лабутнанги впервые организовала в прошлом году. Дети, приходившие с родителями в день выборов на избирательные участки, обменивались игрушками и книгами. Такая возможность очень понравилась ребятам. В том году на выборах была акция «Моя старая новая игрушка» и многие родители, которые водят детей к нам в детский сад, они приняли участие. И всем эта акция очень понравилась, все делились впечатлением. И когда в этом году ТИК объявил, что акция будет продолжена, мы решили всем учреждениям принять в ней участие. Думаю, детям будет приятно, когда они придут со своими мамами и папами в день выборов на избирательный участок и смогут поучаствовать в этой акции. Выборы президента Российской Федерации пройдут уже на этой неделе – 15, 16 и 17 марта. На голосование можно приходить всей семьей. Игрушки для детей будут на каждом избирательном участке Лабутнанги и Харпа, в том числе и те, которые принесли ребята детского сада «Снежинка». Карина Щербакова, Владимир Николаев, информационное агентство Лабутнанги. В Лабутнанге появилась еще одна площадка для отдыха молодежи. Антикафе расположилась в библиотеке семейного чтения и наверняка станет очередным центром притяжения. Теплая обстановка и хорошие друзья помогут провести свободное время интересно. Благодаря Лабутнанцам культурная жизнь города становится разнообразнее. Проект Антикафе реализован в рамках инициативного бюджетирования. Дает молодежи возможность в тепле и уюте встретиться с друзьями, почитать книжку, сделать уроки, весело провести время. Для этого были закуплены мягкие пуфы, телевизор, книги, настольные игры. В нашем городе это будет пользоваться популярностью, потому что, зная, какой образ жизни ведут наши подростки, то в первую очередь они сюда пойдут. У этого проекта большое будущее. Будет привлечена молодежь, возможно, даже какие-то активные семьи. И библиотека находится рядом с нашим домом, поэтому мы сюда иногда заглядываем. И сегодня были приятно удивлены вот такому времяпрепровождению. Проект классный. Буду приходить обязательно. Запомнила, когда именно работает это Антикафе. Оно будет ждать всех желающих по выходным с часу дня и до шести вечера в библиотеке семейного чтения. Мария Киченко, Игорь Гуляр, информационное агентство Лабутнанги. В городском Доме культуры представили новый спектакль «Поцелуй красавицы». Автор постановки Елена Шадрина известна городским ценителем цинического искусства. Возглавляемый ею творческий коллектив «Глобус» не раз получал награды разных конкурсов и фестивалей. Да и признание зрителя уже заслужено. Репортаж Ирины Яковлевой. Все ради любви на сцене премьера. Музыкальный спектакль переносит зрителей век гусаров, милых дам, пышных балов, яркое шоу, красочная сказка для взрослых. Я хочу, чтобы это был сон, но по-моему я не сплю, я болею тобой, я дышу тобой же, но я тебя люблю. Сердечные истории переплетались с веселыми ситуациями. Артистам удалось отлично вжиться в образы своих героев. Все они участники театральной студии «Глобус». Спектакль «Поцелуй красавицы» – новая работа творческого коллектива. Я планировала про декабристов, про жен декабристов, что-то такое сделать, поэтическое, возвышенное. Но Юлия Владиславовна, наш директор, сказала, не надо, давай гусар, давай что-нибудь смешное. Ну и вот написала сценарий про гусар. У нас было много дебютов в этой постановке, которые вообще недавно у нас работают и уже мы им доверили роль. Ну, как всегда, «Глобус» наш не подводит наших зрителей никогда. Вообще ребята молодцы, все дружно, быстренько все сработали. Хотелось, чтобы зрителям очень понравилось. Зрителям понравилось. Они с удовольствием делились своими впечатлениями. Не передавая мне впечатления. Я очень рада, что приобрела билет на данный концерт. Хотя были сомнения. Теперь буду посещать чаще культурные мероприятия. Все впечатлило. И наряды, и сцены, как выступали девочки. Прекрасно выступили. Шикарно. Вообще изумительно. Они доставили нам такое удовольствие. Прямо на все три дня выходных. Мы очень благодарны. Вообще мы хлопали и танцевали, и даже и пели, и вообще веселились. Премьеру посвятили Международному женскому дню – прекрасному весеннему празднику. Время года весна символизирует пробуждение природы. И все, что самое важное – рождение, пробуждение от слова род, конечно, связано с женщинами. Так выбрала природа, наверное, и создала тех, кто сегодня является продолжателями этой жизни на земле. И мне бы хотелось всем мамочкам, бабушкам, девочкам пожелать той всеобъемлющей любви, которая напитает эту женскую душу и сделает счастливой женщину во всех проявлениях этого счастья. Полную версию спектакля «Поцелуй красавицы» смотрите в эфире информационное агентство «Лабытнанги». Самые милые, нежные, красивые лабытнанские мамы встретились на спортивной площадке. Накануне в «Соке Снежной» для них прошли веселые старты. Женским командам, а их было пять, предстояло проявить все свои лучшие качества и физическую подготовку при прохождении испытаний. Мы молоды, с сердцем и душою. Вперед, Ямал, стремись к вершинам звездам, спортивные вершины покорять. Вперед, Ямал, назлубит нам морозы. Докажем, мы умеем побеждать. Спортивных экспериментов эти девчонки не боятся. Каждая команда верит в себя и в свои силы. Для одних занятие спортом – норма жизни, для других – профессия, для третьих – и вовсе возможность отдохнуть душой и телом. Все девочки-спортсменки, мы очень любим спорт, мы за здоровый образ жизни. Тренировки – это наше все. И поэтому, я думаю, что успех не за горами. И мы должны занять, ну, в тройку, по крайней мере, должны попасть. Быть первыми во всем. Мы же спортивная школа. Красотки, девчонки впереди. С амбициями этих красавиц все понятно. Было бы неплохо проявить эту уверенность на спортивной площадке. Перед каждым испытанием – мозговой штурм. Команды выстраивают свою стратегию преодоления дистанции с наименьшими потерями инвентаря. Современные мамы – они такие. И мяч на палках пронесут, и цель точно поразят. И метлу, то есть веник оседлают. На каждом испытании девчонки показали свой волевой характер и командную поддержку. Девочки лишний раз доказывают, что они не только красавицы и умницы, но еще очень спортивные и очень целеустремленные. Стараются, стараются. После праздника, тем более в таком позитиве. Молодцы вообще. Конечно, удивительно, что после 8 марта они еще на такое способны. Эти девчонки еще не на такое способны. Взять, к примеру, команду «Позитив». Активности и жизнелюбию этих великовозрастных спортсменок может позавидовать каждый. Своим примером они доказывают – возраст спорту не помеха. Мы, в общем-то, неплохо подготовлены. И только разница в том, что это молодые девочки, а мы возрастные девочки. А так мы даже и не беспокоимся, и не волнуемся. Мы очень даже достойно показываем себя. Спортивный праздник завершился. А вот его послевкусие в виде ярких эмоций и победных медалей у участниц останется надолго. Почетную бронзу примерили на себя инфомамы. Серый бро отвоевали девчонки из ромашки. Золотые медали украсили спортсмена команды «Ямалочка». Елена Никишина, Светлана Кель, Эдуард Захаров, информационное агентство «Лабытнанги». На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире и на страницах информационного агентства «Лабытнанги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин